Наши геркулесы подросли и пришла пора пересаживать их в большие контейнеры. По традиции берем 250 миллиметровые контейнеры, одноразовые салатники или контейнеры для пищевых продуктов. Конечно же проделываем вентиляционные отверстия, но сразу хочу сказать, вот если их так сделать, а потом подумал, что если сверху поставить другой контейнер, то он перекроет. Поэтому все же, наверное, лучше делать в боковых стенках. Следующим этапом у нас идет загрузка кокосового субстрата в контейнер, его размельчение. Также добавляем обязательно воду, смачиваем, чтобы грунт был влажным, чтобы паук у нас не пересох. Аккуратно подталкиваем паука, чтобы он перебрался сам в этот контейнер, в свое новое жилище. В данном случае вот что-то он неохотно как-то переходит. Конечно, жил в этом соуснике с рождения. Паук залез ко мне на руку даже. Попробуем его с руки теперь перегнать в контейнер. Что у нас получится? Не получится? Вроде переел... Ой, ё! Аж паук сбежал, уронил контейнер. Как же так? Хорошо, что никто из моей семьи не видел, а значит меня уже выгнали бы. Я бы тоже искал цветом в новом контейнере. Закрываем аккуратненько. Смотрите внимательно, чтобы вот в таких контейнерах лапы не прищемить пауку. Конечно, что в таком возрасте это все будет для него незаметно. Может быть два сегмента отвалится, но потом с линьками они на ноги отрастут. Закрываем каждый угол, потому что именно там защёлка не происходит. И переходим к следующему нашему новосёлу. Этот геркулес быстро у нас перебрался в новый контейнер. Ря и наяривает там круги. Не будем открывать, чтобы он опять от нас не удрал. Паук агрессивный, африканский, норный. Во взрослом состоянии возрасте он опасен, но в таком юном он всего лишь бегает по рукам о вас. И легко его остановить. Он не агрессирует, как бы. Вот и третий заключительный наш герой на сегодня. И садили его в новый контейнер со свежим субстратом. Вот такие у нас получились новоселья для трёх маленьких героев наших геркулесиков. Надеюсь, всё же из них кто-то будет самочкой, вырастет. О, также напоминаю, что скоро, вернее, уже наступила весна. Стартует сезон отправок, поэтому этих геркулесов можно будет приобрести. Подпишем. На данный момент шестая линька будет. Смотрите, вот прошло несколько дней, буквально пару ночей. Мы можем посмотреть, что у нас там сейчас происходит. Чуть-чуть поднарыли, вырыли норок. Укрытие себе. Ну, ох, давайте попробуем их покормить. Кинем тараканчик, который туркменского небольшого. Посмотрим, оголодали, не ли они, а голодали наши геркулесики. Ну, в данном случае могу сказать, что если бы он хотел есть, он бы на него накинулся бы и захомячил. Агрессирует немножечко, но не более того. Поэтому, наверное, можно его забирать и оставлять в покое. Ну, не хочешь, как хочешь. Закрываем и убираем. Вот, смотрите, у нас здесь как сильно изменился рельеф. Все-таки постарался этот микробульдозер. Опять же он проявляет агрессию, но аппетита ноль. Закрываем и так же убираем. Более изощренные у нас тут архитектурные всякие прибабахи. Или археологические. Вот, какая у него там нора. Ну, что, будешь есть, друган. Таракан, мне кажется, тоже распознает, что есть какое-то другое живое существо. Может быть, через недельку они все-таки обживутся окончательно и поедят. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями.